Появился небольшой масложор, то есть где-то в районе литра на 10 тысяч. Бывает и такое. Поехали. Добрый день. С вами компания Уэйвензав. Меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас на ремонте будет автомобиль Fionnet Traged 2006 года выпуска. Могу ошибаться. Пробег на нем 350 тысяч километров и у клиента не нравится звук двигателя. То есть идет перестук поршневой группы. И появился небольшой масложор, то есть где-то в районе литра на 10 тысяч. В принципе вот все такие жалобы, проблемы, с которыми я обратился. Будем снимать и по ходу будем дефектовать, смотреть, что неисправно и думать, какие варианты решения будем применять. Поехали. Двигатель здесь установлен G4JC 2-х литровый. Так. В принципе мотор хороший, надежный. Ходят они в принципе неплохо. Здесь стоит ременной привод ГРМ. Его нужно менять, ну ременить, то есть каждый 60 тысяч. Здесь получается сзади стоит цепь между распредвалами и стоит здесь еще один фазовращатель на выпускной волок. Блок здесь чугунный, головка алюминиевая. Как бы все надежно. Все, сейчас мы двигатель достаем. Опускать будем его вниз вместе с коробкой. Здесь у нас стоит механика. И будем разбирать, дефектовать. Так, все, мы открутили уже все, что нужно. Осталось открутить две подушки. И все, двигатель у нас упадет вниз. Из-за того, что машина уже не свежая, скажем так. Много болтов плохо откручивались. Проводка вся уже такая хрустит, она пересохшая. Ну и плюс ко всему еще опора амортизатора отвалилась. Вот он подшипник. Бывает и такое. Все, откручиваем двигатель и достаем его. Давай. Все, двигатель мы достали. Сейчас будем разбирать, по ходу дефектовать. Я бы кофейка попил. И так, разобрали мы двигатель с транжета. Умеем такой результат. То есть первый цилиндр здесь вот, видно уже прихваты. Видимо, он был перегрев. И здесь вот такой. Ну, еще не задержчик, но уже видно. Проплесина такая. Хон уже слабенький. Вот если вот наш первый пашин. Вот чуть-чуть подзадрало. Ну, соответственно, он уже перестукивал. По состоянию вкладышей здесь тоже не все однозначно. Здесь риски. Вот они. Слуды износа. Ну, клиент и говорил, что у него когда-то тек поддон картера и было масляное голодание. То есть, прежка нажатия педали тормоза набиралась лампочка. Видимо, это все из-за этого. По коленвалу у нас тоже не чувствуются такие глубокие. Головка у нас целая. По постелям все хорошо. Распредвал в хорошем состоянии. По коренным вкладышам у нас тоже есть износ. Приличный уже. Масляный насос тоже немного пострадал. А масляный насос тоже есть. Видно, среды износа. Соответственно, на шести они тоже такие глубокие. Задирчики. Соответственно, на корпусе тоже вот они прям. Ну, то, что на пьем пальцем чувствуется. Соответственно, насос мы будем менять. По цилиндру есть оригинальные ремонтные флешни 0,25. И также есть ремонтные вкладыши 0,25. Поэтому будем его качить. Коленвал будем тоже растачивать. Ну, в общем-то, и все. Также еще будут, ну, соответственно, поменены все прокладки, все уплотнения. Болты новые будут на ГБЦ. Комплект сцепления. Добрый день. С вами компания ОМЗАП. Для тех, кто проживает в немосковском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобильно-профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки и ремонт вашего двигателя. Пришли запчасти на двигатель с траджета. Пришел блок. Он расточен под ремонтные флешни 0,25. Флешни оригинальные. Вот они здесь все собраны. Палец здесь сажается на горячую. Шатун стопорных колец нет. Коленвал у нас тоже проточен под ремонтный размер 0,25. Вкладыши у нас оригинальные тоже, ремонтные. Вот так они выглядят. 0,25. Далее у нас будет новый насос масляный. Головка у нас тоже собрана, готова к установке. Здесь были заменены выпущенные клапана. Клапана упущенные новые, так как старые уже на рабочей поверхности. Там были раковины. И ставить такие клапаны было нецелесоантразно. Так, впускные клапаны у нас в хорошем состоянии. Их чисто приперли, помыли, почистили. Также заменили маслосъемные колпачки. И в принципе все. Будем собирать дальше. И покажем вам еще какие-то нюансы. Смазываем резьбу маслом. И здесь шляпки тоже немного нужно смазать. Чтобы у нас на трение уходило как меньше сил. Так, затягиваем крышки коленвала. Затяжка у нас идет такая. Получается, Первый этап. Мы протягиваем 30 ньютон на метр. И дотягиваем потом на 60 градусов. Все, крышка у нас затянута. Со всеми необходимыми моментами. Проверяем. Насколько хорошо вращается у нас коленвал. Вращается он отлично. Нигде не закусывает. Все плавно, без рывков. Теперь будем собирать поршневую группу. Проверяем на всякий случай зазор тепловой в кольцах. В принципе он нормальный. Лучше можно собирать дальше. Маслосъемные кольца у нас идут наборные. И два компрессионных. Сначала мы собираем маслосъемное. Потому что он у нас стоит вот в таком положении. В передней части я так перейду вот точку. Здесь идет цикловка под впускные клапана. Потому что у нас на впуске стоит как раз фазовращатель. Второе кольцо у нас идет чугунное. Здесь есть фаска. Фаска вниз. Но здесь также есть еще метка. Этой меткой нужно к днищу плешней гарантировать. По прямым образом. И последнее у нас идет стальное кольцо. Здесь тоже есть метка. И наверх. Вставляем зазоры по 120 градусов. Друг относительно друга. Собираем следующий поршень. Плешни у нас стоят. Теперь затягиваем нижние крышки шатунов. Момент затяжки 50 мм. Минутам на метр. И проверяем плавность вращения. Все хорошо. Ничего нигде не закусывает. Дальше будем продолжать сборку. Дальше будем устанавливать масовый насос. Задний сальник коленвала. Поддон. Головка. Ну и все остальное. Дальше. Дальше идет обычная сборка. Момент затяжки головки у нас будет. Здесь 5 этапов целых. Первый этап 64 мм. Далее ослабляем все болты. И обтягиваем по новой. На 20 мм. И два доворота на 90 градусов. Двигатель мы почти собрали уже. Осталось поставить навесной. Здесь термостат. Ремень ждем. Ремень еще не пришел. Собираем. Двигатель почти готов к установке. Все. Сейчас дождемся ремень. Поставим. Установим двигатель. Запустим. Пока. Все. Мотор. Двигатель мы установили. Вот он. В моторном отсеке. Все уже подключено. Залиты все жидкости. Антифриз. Масло. В общем двигатель готов к запуску. Сейчас запустим. Посмотрим. Как работает. Все. Мат. Двигатель работает. Ровно. В принципе без каких-либо посторонних шумов. Вибраций и не прочего. Все. Сейчас мы его прогреем. проверим. Чтобы нигде ничего не подтекало. Поставим забосы. Берем горники. И все. В принципе можно будет звонить клиенту. И отдавать машину. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Приезжайте к нам на обслуживание. И на ремонт. Всего доброго. Знаешь. Преподаватели там по. Биологии. Там. Анатомии. Спрашивают там. У своей аудитории. Вопрос. Типа. Кто ответит на этот вопрос. Типа. На путь. Сессия. Блядь. Автоматом. Блядь. Экзамен. Зачет. Все такие выждания. Ждут. Блядь. Сколько у мужчины выделяется. Короче. Сперма. Блядь. При. Смержение. Какое количество. Смержение. Потом тоже вставь. Это пиздец. Ну короче. Сейчас баба поднимает руку. Там. Девчон. Голодная. Я знаю. Я знаю. Девушка. Вы уверены? Вопрос такой. Щепетильный. Вы девушка. Сейчас если наше идете. Всадитесь на что будет. Да я знаю. Знаю. Мне типа автомат. Я знаю. Это 100% автомат. Мне в экзамене. Ну. Давайте. Говорите. Сколько. Полный рот. Он такой. Девушка. Это. Это ужасно. Ну да. Что-то правильно. Сидит. Сидит. Что-то говорит. Вопрос. В общем. Актуален. В течение. В течение. Не сессии. В течение. В течение пары. Вы еще можете ответить на этот вопрос. Ну. Короче. Это уже проходит. Наверное. Двадцать. Сидит. 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 Что вы хотели. Ну. Я по-моему. Вопрос. Девушка. Ну. Опять. Вы опять хотите ответить на новый вопрос. Вы уже опозорились. Да я понимаю. Ну. Куда уже. Дальше уже некуда. Ну. Какой вопрос. Ну. Какой ответ. Три главка. Никаких вариантов нет.